Итак, ребят, всем привет! Мы продолжаем проходить 3 судьбы. Всем приятного просмотра. В этот момент вверх в клубе стал моргать. Почему все обратили внимание на это внимание? Что за... Прикнитесь! Я только ее взял на красивую машу, как вдруг клампа стали лопаться одна за другой, разбрасывая мелкие осколки стекла по сетему клубу. Кроме того, от макутого помещения. Все целы? Да... Вроде. Все в порядке. Ау, что это было? Походу насилия на перегрузку сети. Я тут же понял про фонарик и достал его. Все другое, у тебя есть еще фонарик в клубе? Был когда-то, сейчас гляну. Ну что жутко-то как? Ага, согласна. Девочки, все будет хорошо. Получается, что-то нет во всем лагере? Возможно. Ох, тут же... Серега, ты там жив? Ага. Но вот фонарик так и не нашел. Девочки, все вы бы укройтесь. А мы с Серегой походим в этот пункт и привезем их сюда. Я пойду с тобой. А Сережа с фонариком. Пусть останется с девочками. Это контрольная электроника. Но на тот в ответ пока пожал плечами. Хорошо. Пусть будет так, но далеко от меня не отходи. Я перелег фонарик Сереге. Ребята, давайте осторожнее там. А тогда попробуйте брать за какое-нибудь какое освещение из подручных средств. Серега придет повернулся к девочкам. Эх, ладно. Славя, Лена, мне понадобится ваша помощь. У меня есть идея, но для этого нам понадобится... Я взял Машу за руку. Идем. Нам нужно привезти сюда оставшихся девочек. В общем, в лагере покажем погас свет. Да, нехорошо это. Я должен глядываться в темноту. Опасает снова в преследовательской тени. Как думаешь, это кто-то из пионеров? Ты про кого? Ну, этот. Незнакомец про кого-то робота рассказывал. Мне похоже, он на здешнего пионера. Да и вообще, странный какой-то. Я достал из кармана сигнальный пистолет. Он спас меня и дал мне этот пистолет. Но я все равно не понимаю, кто он и почему он скрывает свое лицо. Он дал тебе оружие? Не совсем оружие. Это все невозможно убить. Максимум, что можно сделать, это задержать тебя. Если-то мне страшно, Машкин. Я молча сжал руку девушки крепче. Мне тоже, Маш. Мне тоже. Я. Пусть. Я. 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 Видели где-то только спионеров? Ой, я, кажется, не обратил на это внимание. Ясненько. Ты хочешь сказать, что я пока ничего не хочу сказать? Неужели эта тень доброва для остальных? Нет, так быстро она не смогла бы. Тогда куда все подевались? Мы уже подходили к рекоменпункту, как в кустах, родавших в ссорах. Роза закрыл собой Машу и направил мой сигнал на пистолет в сторону кустов. Пальше уже готовили бы вы были нажать на корпусковой крючок, но внутренний голос предсказал, что этого делать не стоит. Эй, кто бы то и ни был, выходи по-хорошему. Подожди, я, кажется, знаю, кто это. Ульяна, да? А, нет. Девушка пришла ближе к кустам и отбросала оттуда Харона. Ну и чертенка, напугал так напугал. Харончик, ты что тут делаешь? Маша, идем, тут опасно оставаться. Девушка собиралась взять куда-то на руки, но тот быстро убежал в сторону площади. Что это с ним? Похоже, что он напуган. Не нравится мне это. Тем временем мы пришли к двери. Тихо, как ты? Не находишь? Да, меня это тоже настораживает. Я уже взялся за двойную ручку. Не заперто. Держи переди меня. Толкан в дверь я расшел внутрь помещения медпункта. Блин, там уже еще темно. Там уже тоже темно. Ну, есть кто-нибудь? Ну тут хотя бы лунный свет падает, возможно. Это я, Максим. И Маша. На ответом тишина. Женя! Ариса! Ульяна! Может они куда-то ушли? А может быть пропали? Я глянул на кушетку и пошел бы было к ней. Как вдруг на габу что-то хрустнуло. Это были и без того раздевлены раздавленные очки Жени. Это... это же... очки Жени! Неужели мы опоздали? Девушка заплакала. Я обнял ее крепче и пришел к себе. Может быть они живы? Спрятались где-то? Я все хотел в это верить и продолжал гладить ревущую пионерку по голове. Возможно они вернули в домики. Эх, нам нужно было вернуться к ребятам. А вдруг и они там пропали? Пока мы там отошли... отходили от них. Мы вышли из мертвопункта и только бы мы собрались пойти в клубы, как меня, которые остановила Маша. Максим, тихо. Ты слышишь это? Что именно? Прислушайся. Действительно, я слышу, я слышу такие шлипы. Скорее, это где-то рядом. Маша тоже сорвалась смертью, и они заметительно последовали за ней. А если это ловушка? Ну как это? Преположение. Между мертвопунктами столовой и самой стены... Прижав колени к груди, сидела Ульяна и тихо плакала. Маша моментально побежала, где девочка. Ульяна, жива! Ма... Маша! Рыжая макушка тут предложила к Маше в объятия и зарыдала. Эт... Этот... Мон... Монстр... Он... Он... Тише... Тише, девочка моя. Я тут... Максимка тоже. Ты в безопасности. Маша продолжала говорить, ведь Ульяна по голове. Он... Алису... А затем и Же... Женю! Все-таки не... Все-таки не успели. Но я так и знал. Он хоть Ульяной осталась. А вот это мысль мне стало чувствовать, что больно и обидно. К... Когда погас свет... Он... Он словно из темноты появился. Я не смогла их за... Защитииииииить! Девочка продолжала рыдать. Нам нужно скорее вернуться к остальным. Улья, это очень могущественное чувство. Ты пошлась, и это уже хорошо. Я подстану руку девочке. Давай же, идём. Я взял бы тоненькую руку Ульяны и помог ей подняться. Мы вышли, мысли казалось в сторону клубов в абсолютной тишине. Казалось, словно сам воздух был портит болью, страхом и отчаянием. Нам было ночь простоять, да и день придержаться. Даже никто даже не представить не мог, что это обычный премьерлагерь превратится в самый настоящий космар наяву. Наша троица добровольна до клубов. Уль, сейчас мы спрятались тут. Задираюсь по уровню, очень опасно, но я настраживаю одно обстоятельство. Маша, а дверь перед уходом мы закрывали? Дверь в клубе надували слегка предкрыта, может ребята не закрыли её, когда выходили. Я тоже доставал сигнальный пистолет. Что случилось, Максим? Пока не знаю, но мне это не нравится. Девочка, останьтесь тут, я исходу проверю. Если увидите что-то, то сразу крикните. Если будет всё нормально, я дам вам знать. Будь осторожен. Субтитры сделал я. Субтитры сделал я. Ребята, тут есть кто? Девочка, не уверена. Субтитры сделал мне. Субтитры сделал я. Только твое неизбежное будущее! Сама тьма стала чекаться в центр помещения, образовывая мне уже знакомостью ЛЭС. Да кто ты, мать твои, такой? Я набрал, что он насужден. Это не имеет значения, Макси. Прекрати это бессмысленное сопротивление. Я должен вас забрать. Куда ты должен нас забрать? Ах ты же тварь! Не трогай девочек. Я нажал на спусковой скорючок. Все помещения залило ярко-грабшим светом, видовудовавшим дымом. Сагнальный патрон расхочек от стены упал на стронку газет и журнал, с тем самым на строну миксов. От яркого цвета тень стала распадаться на ее цвет кусочек. Продолжившись на вмешательство, я побежал к девочке. Продолжаем. Пионерки стояли в ужасе. Нас накружила метровая стена, состоящая из густого и черного космола дыма. Максим, мы окружены. Странная ребенка измеренно продолжала просыпать, затем нам сжимая круг. Это конец. Да? Спустила девочки с тем самым чайным голосом. Я не знал, что отвезут. Но в этот миг раздался притяжный звуковой сигнал с стороны ворот. Автобусы. Это автобусы. Но как нам пробраться? У меня пришла мысль, что это самая стена соцветия того же, что и тим. Раскрыл пистолет, я выкинул отстреленную бильзу. И тоже зарезбил науточный сигналный патрон. Специальным выстрелом я подал непослушной коридор в сторону ворот. Быстрее, пока горит патрон. Я схватил за руку Машу, отдал Ульяну, и мы рижемлище к вооруженному лагеря. Как предполагалось, в лагере стоял автобус, в окнах которого горел сверху. Думаете, что это за автобусы, откуда он тут взялся, просто не было времени? Давайте, быстрее! Черная дымка продолжала дополнять пространство, окутывая ее вокруг. Ээээ, все и все вокруг. Дверь кажется, что ты не открылась, тем самым отделить нас от морока снаружи. Дверьки обессиленно упали на передний ряд неоспестителей, а оброшел к ступени автобуса. Наверное, за рлем никого не было. Кто же тогда сигналил? Современно черная стена продолжала окружать автобус. Мне кажется, сам автобус сигналил. Мы находились словно на маленьком островке безопасности. Может, мы уедем? Макс, ты же умеешь водить? Это бесполезно. Ключей в замке зажигания нет. Ээээ, кроме того же... Я не знаю, насколько хватит заража аккумулятора. А что нам теперь делать? Я не знаю. Неужели все закончится именно так? Я на секунду закрываю глаза и... ... ... ... На его месте 20 человек как заброшен, тот поставил, что затронулился на автобусе в пионе лагеря «Садонок». На его месте были поставлены в проноску революции с фантастиком погибшим детям. Офигеть. Напомню, что 13 июня 2007 года автобус с детьми попал в страшное ДТП. По предварительным данным, из-за отказа тормозной системы, погибло 30 человек, после чего лагерь был закрыт на неопределённый срок. А теперь тут с другим новостям. Жесть. Но мне кажется, что это уже финальный эфирент. Икарус. Заброшенный лагерь. О чём ты? Автобус попал в ДТП. Так, ребят, продолжаем. Автобус попал в ДТП. 13 человек. Ах, дела болит. Начинаю на дороге. Да, я куда-то ехал. В ту ночь я увидел чей-то силуэт на дороге. Понимаете, что надо поставить на руль. Я тут попал в аварию. Точно! Кажется я это помню. Маш, как я попал в воду? Лёшка опустил голову и попыталась что-то сказать, но её перебил знакомый голос. Она тебе не даст нужного ответа. Кто здесь? Голдер носился с водительского кресла. Лёшка в проходе боится тот самый незнакомец. Понимаешь, Максим? У них... Он сказал на девушку. Сложное воспоминание. Это ты сделал? Я? Нет. Это всё проделки этого места. Мастер-корошки на уроке. Я тебе как-то говорил, что у нас психичка. Удрянная машина дерьмо, чем боять проронить хоть слова. Может, тебе предпочитаешься? Теперь уже можно. Опа! Ваши угнопарцы у меня чёрная балахана заходит в воде. Прерывность его развивалась в парнишке в чёрной рубашке. Это же этот. Лео из... Большинного лепа. На его голове была пара сей террористов. Кошечушек. А на шее был брелок. У меня зовут Леонид. Ха, я угадал. Но вы привыкли звать меня хором. Понял, понял понял. У него две роли было получается. Человек и кошка. И кот. То, что он две роли представил? Ну понятно. Ты... да, девушки? Это жопы-заботы, а булочки и строги. Он подогнул пионерту. Говорил, что я до нас тут вспомнил! У меня несколько besides ори oralог olha The Snowpton Rudolph. я вспомнил. Это было 20 лет назад, я был подростком. Помню, как собирался в пионерлагерь, но попал пороговой случайности, я поздал на автобус. Это спасло мне жизнь. Позже на изновлении газеты я узнал, что автобус попал в страшное ДТП. 13 человек погибло, среди них был ты. Среди них была ты. Я повернулся к массе. Среди них была ты. Пионерки смотрели на меня глазами, наполненными и наполненные слезами. Это что получается? Ну, милцы? Догадливая девочка. Леонид посмотрел на меня. Ну, посмотрел на меня. Теперь же понимаю, что эта тень сам собирает души. Но зачем? Как это зачем? Чтобы забрать их на ту сторону. Ту сторону? Не могу сказать точно, что что-то там находится. Рай или ад, или может, другая жизнь. Я не знаю, не видел. Получается, что я всех забрал, да? На лагере уже было куда больше, чем 13 человек. Это иллюзия, как и то, что вы здесь за неделю. Но как я сюда попал? Я же не ехал на том автобусе. Да, ты прав. Ты умер намного позже, даже за них всё успел. Но ты никогда не забывал того, кого-то влюбил по-настоящему. Парусь, кстати, милым с нами приспалит ровно Машу. Я встретил тебя в баре. Ты был подавнен. Почему всё именно так? Каждый раз, когда у меня были проблемы, я приходил в этот бар, чтобы отвлечься. Относительно недалеко от и малолюдно. Горизонт или Горнизон. Всегда путаю названия. Я продолжал смотреть на пожелтевшие фото девушки, пока меня не отрекли на знакомый голос. Что вы желаете чего-нибудь ещё? Я посмотрел на парня в темной рубашке. Это был официант Леонид. Да. Хочу вернуть её. Простите, но в нашем менюрку его нет. Вот этого парня с доброй улыбкой. Эх, жаль. Когда у меня ещё виски со льдом? Будет сделано. Вполне же, который бросок в барной стойке и что-то сказал по бармену. Через несколько минут на моей стойке стоял стакан в холодной киске. Добавил напиток, я положил деньги на стол. Задачи не надо. И тут уже я услышал голову за спиной. Если бы бывало возможности вернуть какую бы цену, я на это заплатил. Что-то знакомое было. Что-то знакомое, фраза. Это, наверное, из Крайзиса, да? Это из Крайзиса, по-любому. Нет? Просто музыка из Крайзиса второго играет. Ну, а авторы вообще... Откуда вы такие фразы живёт? Я бы пытаюсь помнить. Но, блин, просто знакомые фразы. Это просто очень неожиданно. Сцена? Да, сцена. Я бы вернулся к Криониде. Мне всё интересно. Зато ты пожертвовала тем, что имеешь. Немного странно я услышал, как обычно официанты. Но, тем не менее, я всё равно решил ввесить перспективы и дать ответ. На одну часть обеспечивала моя бренная жизнь неудачника, наполненная только тоской и никому не нужными проблемами. На второе, в жизни радостная улыбка девочки с косяково-мариновыми волосами, в которой так и не желательно нам было вплотить свои детские мечты в жизнь. Да, готов. Леонид даже бровью не побил. Что же? У вас заказ принят. Как будто ты сможешь что-то сделать, мальчик. Подумал я. Но вместо этих слов просто я вставал улыбнулся рыжему абортмену и вышел из помещения. Да, я смотрю по мне, это тоже было. Так это был ты? Леонид глубоко раскланился. А заказ нашего клиента? Закон для нас. Да кто же ты, черт побери, это такой? Бармен. Кот и... друг. Максим. Так ты правда был гогочок на это? Просто я не мог иначе. Но как ты? Погиб? Помню это родное небо. Я не могу пошевелить. Затем все это смутным образом надо мной. Девушка вроде. Это верно. Ты погиб в ТП на том же самом участке дороги. Так же деталь говорить не буду. Да и нет в этом смысле. А вот девушка, это моя другая. Юля. Кто? Да нет, посмотрите мне наде мне за плечо. Юля, выходи. Не стесняйся. Я за задних заседений показала девушка в красном платьице. Оно что-то было похожее на самого Леонида. Здрасте. Ого. Ничего уже не понимаю. За чем вы это все устроили? Ты же сам хотел ее вернуть? Вот именно. Что вернуть? А не... А ты... У тебя еще есть что-нибудь? В этот момент я обратил внимание на то, что стекла автобуса стали трескаться. Да. Ты можешь изменить прошлое. Но есть вероятность, что ты всегда будешь. Вернувшись в мир живых, ты не помню, это может быть только катастрофой. А она... и она снова повторится. Так, если автор здесь сделал, сделал выбор. Опять же он требует Машу и Ульяну. Вот... Подразумевается здесь выбор, да? Вот... Я не знаю. Посмотрим, короче. У меня ведь у меня нет другого шанса. Я не знаю. Тогда прошу еще раз. Ты готов изменить историю? Вот... Как, ребят, думаете? Я думаю, что сейчас будет выбор. Выбор... ээээ... Сейчас, это... Выбор просто. Картонки, я думаю. Я уверен, что автор это сделал. Ну что ж... Была-не-была? Понятно. Всегда готов. Рыжий мелкод Барман улыбнулся. В таком случае... Мой муж, что-то, на партнере, уже как разобучил горючим. А то, что производитель пошел вырудувать на Барогов, в ходе, где-то, 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 где-то. Не приведу к дымам. Машу сейчас выезжать, что еще два стрета, я принесли на него бьет. На. Дойди сюда. Машу, ногу, пускала, не отбор. Но это был Барк, я так чувствовал. Вон, везде, не укрепленная цифра. Угу. Угу. Ребят, помог громко. А, вот так. И чтобы вы помнили. Мы продолжили признать тебя пионерку, желаю ее отпускать. Макс, удачи. Три. Два. Один. 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 Шо? Я бы хотел голову руками всего на бордюр Пойдем отсюда, странно он какой-то сегодня Я переносу к маслу Я скоро приду, по нужде надо Девушка молча кивнула, я отправлю тебя в уборную Я переносу перед раковиной и приснул через все полосы в холодной воде Что это все значит? При качаже посещал, что уникальный чаз из кармани шов А? Что это? Из кармана я обыскал сигнальный металет и один сигнальный патрон Это еще что за... Вы что, вы это все устроили? Ты же сам хотел ее вернуть Вот именно, что вернуть А не... У тебя еще есть шанс Хо-хо-хо! Как он запретил на бюджет, а? Ребят, офигеть Напомню, что 13 июня в 2007 году Автогрузительный балмавар По подозрительным данным По предводительным данным Аркастерам водной системы Погрузовый от 13... Ээээ... Сот человек, короче Есть шанс Я вспомнил Вспомнил? Да как же я мог забыть, такое забыть? Сегодня же случится непоправимое Или... Я посмотрел на холодный пистолет в воде В моей руке И мои пальцы изображали Или я не могу все исправить? Думаю, Макс Думай! Нужен холодный расчет Эта стенка обстановки Положу в категорию Именно постелев в карман Я вошел из туалета Кхм-кхм... На лачках у входа сидела Маша Вот где девушка разглядывала Разглядывала кровные деревья Ну и капельки Изменились Маша тоже заметила меня И подбежала Макс, как ты? Все хорошо Да, Маша Лучше Спасибо Давай прогуляемся Девушка раздорно хихикнула И улыбнулась Боже, я не хочу потерять эту улыбку Соберись, Максим И вот, по цене просто под оголки Мы дошли до автобуса Обойдя его по-другу Я делал вид, что хочу довязать шнурки Чтобы заглянуть под машину Что ты себя дели, поди, поди, побери Я так я ничего не увижу Макс, тебе что-то беспокоит? Знаешь, у меня плохое причистое Что ты имеешь ввиду? А то я вернулся к девушке И взял ее за плечи Маш, скажи Ты мне доверяешь? А? Ты? Да Конечно Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала Мне удалось поговорить с Машей на одну авантюру Риск, конечно, высок Но другого выхода я не вижу Уважаемые пионеры Собираемся перед автобусом с эти 10 минут до 5-3 клички И все же я удивлял, что она заключилась на такой шаг А сейчас до 2-2 финального аккорда Чувствую развязка близка Чувствую развязка близка А сигнальная ракета взмала вверх Это знак? Это знак Парадейство Ой, смотрите, что это там? Где? Да вон Со стороны На леса Может кому-то помощь нужна? Вам орешет Машуль А теперь беги оттуда Выходит Выходящий, что самотуха И тем, что водитель Вожатый 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 Я нажму на аккелератор Аааа Он типа пожертвует собой Чтобы спасти остальных Я понял Сейчас Захай от выпекера Это москвич Когда по этой арке Придели в автобусе Где бы ее прикосило Но это мелочь Дааааа А ведь если бы мне не смог прыгнуть Что дело на то сделано? Он тоже вот попрыгнул на бордюре Сначала взял, что починал Через стоять Аааа Я сразу на меседине Проворачивал баран Оказалось, что я добыл Что послешить И после поворота Его машину на предел Кидала на кочках Главное увезти ее Я не могу подальше отсюда А там будет, что будет В последнее время Я ехал по наклону Так что особо давить Никогда на педаль не происходило Я вон на горизонте Я ввели небольшую речку На жизнь Загнил его в воду Только стяня На чайную скорость Может куда-либо ехать Я разрубаю скорость На звезду машины Никак не реагировала На педаль Согнаю я просто ногой По приборную панель И наваливши на рот И стал против бехи Баранг В стороной реки Парень В ручку Удара в воду В ручку У меня боится головы А руль В глазах темнеет Вот и все, конечное, отрывая голову, отравляясь внутрь по сторонам, а решена вода уже засекла в кабину и достиг у второго ряда сиденья. Продолжаем. А решена вода уже засекла в кабину и достиг у второго ряда сиденья. Я взял забытую водителем пачку космоса с приборной панелью и вылудил оттуда ее одну сигарету. И там же нашел колоробок спичек, почти все осталось выбираться из автобуса. Не сможет убежать. Допустим, наши милиции все равно поймают, что это сделают и наказывают согласно закону, посетя угон и порвают имущество. Зачем вряда уже с автобусами берег и свечил ноги в воду. И как? Там же восстало? Я даже не удивлюсь, что это мастихому и нежному голосу позади себя. Если несомненно, да. Ясненько. Все это маленькая рука. Все это маленькая и впечатлине веса моя ручка уложится мне на плечо. Креста вдали после световой сирен. Что бы я тогда сделать дальше? Так, конечно, я предупрежу курить сигарету, бросаю ее в воду по плотной. Что-что? Сдамся? Ты знаешь? Ты знаешь, а ведь я обещал присмотреть за тобой, поэтому... Мой собеседник, где упал круг, остался напротив меня. Я уже только стянул свою маленькую ручку. Идем, Максим. Пора и мне держать свое слово. Недолго дома я поднялся в травы и коснулся руки люди. Среди этого мы больше не увидимся, но знай, это приключение было действительно захватывающим. Меняя прошлое, мы меняем будущее. Милиция не нашла никаких лиц, говорящих об угоне. Своих версий, машина у котел подклонной для неисравной термозной системы. На позиции автобус так и не попал в ДТП, а пионерлагерь сказанок функционирует и по сей день. И в тот момент, когда я кушал за руки Юли, она тоже принесла меня на сиянку, где меня с радостной лужкой встретила Маша. И оказался в этом новом мире с Машей, а то остались ошибки прошлого позади. Ну чё, конец, ребята? Я так понимаю. Я так понимаю, ребята, это конец уже, что ли по этой музыке Максим Викторович. И после этого вы сможете стали вожатыми? Да, мы поняли, что это наша судьба. В футболе многое наследовало с этим местом. А мне очень понравилась эта история. Греческий повреждает какое-то время и пространство. Это так романтично. Я антинаучный. Да какая разница? Это же просто очень красивая история. Может и так. Парнишка попал у нас ко мне. Но ведь это все выдумки, да? Как-то можно было бы умереть, а потом ещё и в прошлое попасть. Я наиграна просто плечами. Ты знает. Можете выдумка. В Максиме Викторович, отыграйте нам ещё одну песню на гитаре. Ребятки, мы уже и так долго сидим. Мария Михайловна, потом устраивает нам на коней. Ну пожалуйста. Да-да, всего-то и одна песня испачь. Смотри, это же та самая гитара, я буду рассказывать. Да ну. Ну да. Видишь болт огромный, где я с вами клипаю и нарцик Алиса. Ага. Думаешь, это та самая гитара Алиса? Хм. Вы время видели? Я вот по основным всем лагерям уже обыскалась. А вот и нагонялись. Мария Михайловна, дети попросили одну песню. Ну как я мог её рассказать? Смажь пусть снова руками. Эх, ладно, одну песню и бегом в лагерь. Какую песню вы хотели было услышать? Мария Михайловна, а спойте вы, пожалуйста. Ох, я же не распевалась ещё. Ну пожалуйста. 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 Раз так просите. Смажь буквально, посмотрев на меня и улыбнулась. Знаю я одну хорошую песню. Вместо тепла зелень стекла. Вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Ребят, это просто великолепная модификация. Великолепная модификация, которую я когда-либо проходил. Это просто вообще. Найс. Это просто найс. На бывающий город падает сень. Эх, просто великолепная, я не знаю. Автор молодец. Автор молодец. Перемена требуют наши сердца. Перемена требуют наши глаза. В нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации век. Перемена. Мы ждём перемен. Электрический свет продолжает наш день, и коробка от спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Перемен требуют наши глаза. В общем, ребят, я желаю автору здоровья, конечно же, здоровья. Больше силы, больше терпения на новые модификации, особенно на недостающую длину другого мира, это просто великолепный мод, который я прошёл, это просто найс. В общем, я жду его новых проектов, мы обязательно к ним тоже заменялся, также пройдём модификации недостающей длины другого мира, я его читал действительно для себя. Но этот мод будет, когда выйдет новый эпизод, так что ждите его, ждите этой модификации, ну а я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, увидимся в новых играх, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok